В Кочубеевском районе по-прежнему действует режим ЧАЭС. 150 метров водовода, который питал 9 населенных пунктов, в эту субботу рухнули в реку. Местные жители сначала испугались жуткого грохота, а после того, что вода в их домах, появится теперь не скоро. Как обеспечивает население питьевой влагой и когда смогут восстановить трубу, Ольга Облогина подробнее. Трубу смыла, трубу! Они обсуждают это на каждом углу. Коммунальную аварию, которая оставила без воды все село Балахоновское. Обезвожен и соседний аул Карамурзинский. Шахмагомед Исрафилов показывает свое хозяйство. Загон со свиньями, утки, рядом конь по имени Буянчик. Только он один в день пьет по 70 литров, говорит хозяин, держа в руке шланг. Протянул из чужого колодца через три огорода. Ладно, мы там что-то можем, а хозяйство не сходится. Они будут рады, кормиться их, поедать надо. Все это последствия ЧП над рекой. Накануне в Кубани поднялся уровень воды. Течением снесло деревья и подмыло опорную конструкцию, которая держала водовод. Опора водовода упала прямо в реку Кубани. И вместе с ней упал внушительный отрезок трубы диаметром 40 сантиметров. Вот эта труба, откуда часть шла на другой берег, в село Балахоновское. Диаметром 40 сантиметров и длиной 150 метров. Сейчас, предположительно, ее унесло течением. Обрыв водовода отрезал от воды 9 населенных пунктов – 13 180 человек. В Кочубеевском районе ввели режим ЧС. Власти края провели на берегу Кубани выездное совещание. Ликвидировать аварию будут уже не над, а под руслом реки. Речь идет о проходе новой ветки водовода под руслом реки Кубань. Поэтому эта работа серьезная. Мы уже сегодня приступаем к этой работе чисто технически. Я стерегу воду, теперь говорят селяне, высматривая на дороге автоцистерну. Обочины уставлены пустыми емкостями. Вынесли все, что нашли. На время работ власти пообещали, что водовозы будут делать регулярные рейсы. Это мне для пить. И чай, и май, и все. Стерять не будем. Они наполняют цистерны, ведра, канистры. Берут столько, сколько могут унести. Набирают впрок, чтобы точно хватило. А на соседней улице все еще ждут поставку. Я пустой еду заливать в Кочубеевку воду. Я раздал. Проезжают по дороге, мимо все, мимо, мимо. Выйду, стою, вот так кричу, поехали, проехали, помахали и поехали. Долго еще стоять вообще не представляем. У нас и коровы, и утки, и куры, поэтому и дети надо и помыть их, и самим обмыться, и кушать царей. А воды нету. И когда будет, мы не знаем. Урезать себя в потреблении воды придется не на один день. Это понимают и жители сел, и районные чиновники. В первую очередь, говорит Алексей Клевцов, они обеспечили водой больницы и сады. Уже подключили дополнительные водовозы. Взяли в сельхозпредприятиях и военных частях. С сегодняшнего дня уже даже не 15, могу сказать, более 20 автомобилей работает на территории Кочубеевского района. С 7 часов утра по графикам уточняются детали, уточняются там, где необходимо больше или меньше, в зависимости от потребностей нашего населения. О времени, которое займут подводные работы, в Кочубеевском районе пока не говорят. Неделя, месяц или больше, сколько бы ни пришлось ждать, это смертельно много для его хозяйства. Но выход Шахмагомед Исрафилов уже нашел. Будем копать колодцы, в бассейне. А что делать? Ольга Облогина, Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение.